Дорогой друг, уважаемая Александра, дорогие гости, еще раз от всей души хочу вас поздравить и поприветствовать в Азербайджане. Мы ждали вашего визита и скучали по вам, хотя наши встречи проходят достаточно регулярно. Мы за последние 9 лет каждый год неоднократно встречались, общались и в Грузии, в Азербайджане, в других местах. И сегодняшний визит, я думаю, также логическое продолжение того активного и эффективного сотрудничества, которое наши страны добились за последние годы. Как сегодня мы говорили уже об этом, это сотрудничество имеет очень прочную основу, историю отношений наших народов. На протяжении веков мы всегда жили рядом, вместе, дружили, поддерживали друг друга, общались. И никогда в истории наших отношений не было никаких темных тяги. Я думаю, это одно из самых больших достижений не только в нашем регионе, но и в целом. В мировом масштабе, потому что, как правило, народы, живущие по соседству, в определенные этапы пытаются выяснять отношения, пытаются соперничать. Бывают периоды в истории, которые хочется забыть, но в истории отношений наших народов таких периодов не было. И сегодняшнее динамичное развитие отношений между Грузией и Азербайджаном основано именно на этом прочном историческом фундаменте. И основа этих отношений – это наши люди, наши граждане. И очень отрадно, что общественные настроения и в Грузии, и в Азербайджане полностью соответствуют и межгосударственным отношениям, и полностью соответствуют стратегическому курсу наших государств по еще честному сближению и координации наших действий. За годы независимости нам удалось очень многое сделать. Наши страны состоялись как независимые государства. Это исторический шанс, который выпал нашим народом на переломном этапе истории, не был упущен. Сегодня Грузия и Азербайджан – это не только состоявшиеся независимые государства, но и государства, динамично развивающиеся, отстаивающие свой выбор, свой независимый путь развития и активно участвующие в региональных вопросах и в вопросах глобального характера. Очень много схожего в том, что происходило и в Грузии, и в Азербайджане с начала обретения независимости. К сожалению, обретение независимости сопровождалось большими потерями человеческими жертвами, сепаратизмом, агрессией против наших стран. Сценарий был один и тот же, к сожалению, результат один и тот же. Эта трагедия наших народов еще больше нас сблизила, еще больше нас заставила правильно оценивать и анализировать происходящий в регионе процесс. И, конечно, мы решительно настроены на активное взаимодействие в деле восстановления территориальной целостности наших стран, признанных всем миром, не вызывающих сомнений у мирового сообщества. И эта тема также всегда является одной из основных повестки дня наших представителей международных организаций. И всегда мы поддерживаем друг друга и, уверен, будем поддерживать друг друга в этом вопросе и в будущем. Также очень много общего и схожего в проведении реформ, в модернизации, в экономических реформах, которые были осуществлены в наших странах. Нас объединяют проекты, которые вышли за рамки региона, имеют глобальный характер. Грузия, Азербайджан, как активные участники энергетических и транспортных проектов глобального характера, играют все более важную роль в вопросах энергетической транспортной безопасности континента. И чем ближе наши страны будут, тем более весомой эта роль будет также влиять позитивно на общее развитие региона. Безопасность, стабильность и предсказуемость в регионе во многом зависит от благосостояния обществ и стран. И в этом плане все проекты, которые мы реализировали и успешно осуществляем, имеют важнейшую роль в становлении наших стран, как на самом деле независимых государствах. Мы нацелены на активное сотрудничество в будущем. И сегодняшняя наша беседа и переговоры в российском составе еще раз подтвердила стратегический курс на активное взаимодействие, взаимоподдержку во всех вопросах и тестую координацию наших усилий, будь то вопросы региональной политики, либо в целом внешнеполитических инициатив. Мы с большим вниманием, естественно, как соседи, и с большим чувством радости воспринимаем все то позитивное, что было сделано в Грузии за последние 9 лет под руководством президента Михаила Саакашвили. Грузия сегодня и 10 лет назад – это два разных государства. Вам удалось осуществить кардинальные реформы политические, экономические, активно интегрироваться в европейские структуры, занять достойное место на карте мира. И Грузия, как надежный партнер и как страна-реформатор, завоевала большую популярность в мире. Это все было сделано людьми. Это не свалилось с неба. Это было сделано командой президента Саакашвили под его руководством. Мы это очень ценим, этому очень рады. И со своей стороны воспринимаем это как очень позитивный сигнал в целом ренюр. И, конечно же, активная модернизация и реформы, улучшение благосостояния населения, сокращение педагоги, развитие инфраструктуры. Посмотрите, как преобразились грузинские города, деревни, как и было вложено не только денег, но и души. Вот все то, что было создано за эти годы, и это, конечно, то богатство, которое необходимо ценить. История всегда все ставит правильно на свои места. И уверен, что в вопросе активной модернизации Грузии все на свои места встанет. Оно, в общем-то, и уже и стало на свои места. И мы, со своей стороны, будем всегда, как и раньше, стремиться к тому, чтобы общими усилиями укреплять этот позитивный потенциал. Для азербайджана Грузия, помимо того, что является братским государством и стратегическим партнером, это естественный союзник. Достаточно посмотреть на карту, чтобы это понять. И думаю, что сегодня вряд ли найдется в наших государствах люди, которые это не понимают, или же не ценят, или же могут сознательно наносить вред вот этому стратегическому союзу. Азербайджан также важен для Грузии и с точки зрения экономических, инвестиционных проектов, энергетических проектов. И мы, два президента, отчетливо понимаем, и все эти 9 лет несли в себе вот это главное понимание стратегического характера в наших отношениях. И, что это необходимо не только сохранять, но и укреплять каждый день и каждый час. И добились этого. Поэтому сегодня мы обменивались с моим другом Михаилом Николаевичем, что то, что было сделано в развитии наших отношений, невозможно повернуть вспять. Просто физически невозможно здесь. И в этом тоже, я думаю, огромная заслуга президента Грузии. Я хотел бы поднять этот вокал за здоровье президента, за вашу уважаемую Сандру, братский, грузинский народ и за процедание грузинского государства. Пожарка, пожалуйста, сзади. Дорогу не забывайте, пожалуйста. Дорогу не забывайте, пожалуйста. Сколько лет? Да, все равно люди туда едут, поэтому они здесь. Ну, едут, конечно, да. сюда приходит очень красиво это вот а а а и и и и и и и и и Продолжение следует...